Телекоммуникационные технологии Телекоммуникации Вселенной большой Самой важной IT компанией Мы сегодня поговорим Какая здесь связь Но нам всего 26 лет Поэтому мы такой яркий пример Силиконовой долины Который зародился 26 лет А сегодня является глобальным лидером Безусловно В области телекоммуникации Размер компании приблизительно В прошлом финансовом году который закончился уже 7-8 месяцев тому назад. Оборот компании в глобальном исчислении был 46 миллиардов долларов. То есть компания огромная, присутствует практически во всех странах. Россия и СНГ – немаловажный кусок бизнеса в нашей компании и из трех географических регионов, на которые разделена компания «ЦИСКО». Наш регион называется «ИМИАР». И в этом регионе мы составляем от 8 до 10% общего размера бизнеса. На самом деле я с компанией «ЦИСКО» все-таки знаком немножко, потому что в стародавние времена, аж еще в 2003 году, я работал в колл-центре. И мы тогда чуть было не купили систему. Не купили не по причине, что она там не подошла, а просто по организационным каким-то вопросам. Но в принципе, да, мы имели несколько месяцев плотное отношение. И впечатления остались самые хорошие. Но это я к чему? Что до сих пор в моем понимании осталось, что «ЦИСКО» – это колл-центры, это поставщик решений для колл-центров. Но я так чувствую, что это уже далеко не только. Ну, далеко не только, уже давно не только. И может быть даже в тот момент было не только. Но вам так повезло, вы столкнулись именно с колл-центрами. То есть это одно из технологических направлений, которое по сей день, в общем, присутствует в нашей компании. У нас есть конкуренты, которые существуют в этом рынке тоже. Ну, естественно, телекоммуникация – это достаточно такой широкий профиль. То есть телекоммуникация – это практически все, что связано с передачей данных, с интернетом, с телефонией и так далее и тому подобное. Давайте тогда теперь перейдем к вопросу, а, собственно, в чем суть решений для бизнеса? Да, вот ваши клиенты – это компании, да? Из каких отраслей? И в чем вот, в чем продукт, да? В чем продукт, который вы… А потом уже дальше, в чем ценность этого продукта, что они с его помощью делают? Потому что когда мы говорим там про стакан воды, ну, понятно, вот он стакан, да? А вот решение из области телекома – это что такое? Ну, на самом деле, давайте я начну с самого начала. Как бы решения, любые технологические решения, направлены, просто говоря, в общем, на повышение производительности труда. Да, совершенно верно. То есть в этом весь смысл автоматизации, смысл телекоммуникации, смысл всего IT. По большому счету, это все направлено на то, чтобы производительность труда, производительность какой-то данной компании, данного заказчика, клиента, повышалась с использованием данной технологии. Поэтому все, что мы делаем, направлено, на самом деле, на это. Просто направлено на это в разных областях, в разных кусочках бизнеса, которые могут присутствовать в различных сегментах экономики, на самом деле. Сегодня мне сложно сказать даже, на какой сегмент экономики или бизнеса нацелены наши технологии. У нас их сегодня столько. Вот вы когда определяете для себя рынок, сферу интересов, вы же как-то очерчиваете, например, либо по отраслям, либо по видам деятельности каким-то. Например, мы идем, вот наша тема, это логистика или ритейл, или банки, или кто там, или большая тройка телеком-операторов, мы им поставляем какие-то, не знаю, компьютеры. И то, и другое, и третье, и четвертое. То есть наш бизнес как раз разделен на все эти сегменты, абсолютно покрывает все сегменты. У нас сегодня огромное количество решений для розницы, огромное количество решений для банковского сегмента, огромное количество решений для страховых компаний, невероятно огромное количество решений для телеком-сегмента, для операторов связи различного уровня, для сегмента, который мы называем enterprise, который по большому счету состоит из разного рода компаний, которые могут быть не только финансовыми организациями или розницей, могут быть дистрибьюторами, могут быть маленькими бизнесами, среднего звена бизнесами и так далее. То есть наше решение используется практически везде. Нет сегодня сегмента, который не пользуется каким-то набором наших решений. Их действительно существует тысячи, даже не сотни, а тысячи. Но если говорить про какой-то конкретный сегмент, безусловно, есть решения, которые нацелены именно на задачи, которые решают бизнесы в этом сегменте. А давайте тогда, может быть, возьмем для примера какой-то конкретный сегмент и попробуем, ну как-то типа на кейсе, что ли, на примере, рассказать, как это бывает. Я вот помню в одной из наших тоже передач у нас был в гостях IT-директор Разгуляя, вот он рассказывал, как они на комбайнах установили датчики и встроили их, значит, в бортовые компьютеры на комбайнах. И оказалось, что теперь они могут контролировать с помощью спутника, не заехал ли комбайнер во враг и не спит ли он там, да, не заехал ли он, так сказать, в магазин в сельпо там или еще куда-то, правильно ли он соблюдает маршрут и сколько топлива он расходует там, да, не слил ли он там 30 литров солярки на сторону и прочее. Вот, да, мне, например, очень понятно, вот у вас есть какие-то примеры такого типа, вот как это работает в жизни? Ну, скорее всего, даже ваш пример, скорее всего, связан с нашими технологиями, потому что для того, чтобы отследить, где находится комбайн и передать вот эти данные куда-то в центр обработки данных, который начнет понимать, сколько он проехал, сколько он должен был проехать, сколько топлива он должен был израсходовать по сравнению с тем, что реально получилось. То есть вот эта передача данных, скорее всего, происходит на базе сегодняшних интернет-технологий, скорее всего, не через спутник, потому что это слишком дорого. Да, слишком дорого. Покупаешь наши продукты, нашу технологию для того, чтобы предоставлять услуги. На базе них создают продукт для бизнеса, например, или для людей. Совершенно верно. Вот вы включаете свой мобильный телефон, делаете звонок и с кем-то разговариваете, там используется огромное количество наших технологий в том числе. Ага. А смотрите, тогда следующий вопрос. Наверное же, вот эти технологии, они сильно унифицированы, да? Ну вот я приведу такой пример. На обычном потребительском рынке есть такое понятие «комодити-товары», то есть товары, которые уже неотличимы. Ну, сахар, например, мука. Неотличима, да? Если мука первого сорта, она вся мука первого сорта. Да, какие там бренды, как, чего. Вот в случае вашем, наверное, вот все эти там сервера, провода, там, я не знаю, какие-то шины, там, что там бывает, оно же, наверное, все одинаковое, да? У всех производителей, у всех поставщиков. Вы знаете, интересный вопрос, такая глубокая достаточно тема, потому что любой продукт, который приносит пользу технологически, проходит через целый цикл преобразования. То есть он, в конце концов, любой, любая технология становится комодити. Да, то есть она становится… Такой же однотипной, которую можно купить у другого производителя, может быть, даже более дешевого и совсем не инновационного. Но прежде чем это происходит обычно с технологией той или иной, технология проходит целый цикл преобразования. Начинается это все совершенно с другого. Начинается это с такого достаточно уникальной ситуации. Очень часто мы оказываемся в ситуации, поскольку мы, наверное, лидер с точки зрения инновационности в телекоменационном направлении уже последней всю нашу жизнь, в общем, как компания последние 26 лет. А, кстати, вам по-другому нельзя, потому что если вот в вашей сфере, насколько я понимаю, там скорость как бы догона другими, она очень велика. Да, и если вы не внедрили что-то там каждый год нового, то очень быстро те, кто идет следом, копируют. Да, и как купили ваш сервер, разобрали по винтикам. Да, да, да. Совершенно верно, у нас даже есть список тех компаний, которые так делают. Что с ними делается? Вот, отдельная тема для разговора. Но, безусловно, так и происходит. То есть мы отличаемся инновационностью, и чаще всего, чаще, чем другие, в общем, наши конкуренты, мы приводим новые технологии на рынок, пользуясь инновационными возможностями. То есть мы тратим огромное количество денег, как компания, на R&D, на неокр, и поэтому нам удается чаще всего попасть на рынок с инновациями, которые какое-то время, и очень сильно зависит от сегмента, зависит от рынка, зависит от технологий в том числе, какое-то время дает нам определенную уникальность. А потом цикл приводит к другим преобразованиям. Вот смотрите, тогда вы в начале передачи упомянули, что вы уже не только не столько там колл-центры, сколько уже IT. Тогда вопрос, то есть правильно ли понимать, что вы IT ровно потому, что в собственной телефонии уже особо там изобретать-то нечего. Как придумали опытоволокно, ну вот все там, совершенный проводник, и вот все там. А вот где IT, там уже какое-то программное обеспечение, которое помогает так обработать данные по-другому, что-то еще. Нет, инновационность присутствует во всех сегментах, и в телекоммуникационной сфере в том числе. То есть там еще до заката инноваций очень много столетий. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда компания достигает определенной критической массы, в нашем случае, скажем, свыше 40 миллиардов долларов в общем обороте глобальном, для того, чтобы продолжать расти, задача коммерческой организации – это продолжать расти и наращивать обороты. И для того, чтобы продолжать расти, и чтобы этот рост был виден, нужно, безусловно, заходить в новые для нас рынки. То есть расти теми темпами, которыми мы бы хотели расти как компания, только в области телекоммуникации становится сложно. Поэтому мы, безусловно, заходим в смежные рынки, открываем новые рынки и развиваем технологии в этом направлении. Ну, смотрите, я соглашусь с тем, что на рынке именно классических телекоммуникационных решений, да, Cisco – известный бренд, все там супер. Вот. Ну, когда вы начинаете выходить в сферу IT, вы сталкиваетесь с совершенно другими грандами, да, которые свои бренды давным-давно развивают, там, Oracle, там, SAP, Microsoft и прочее, прочее. Вот. И как бы у них своя, как это, защищенная территория. Вот вы с ними воюете, сотрудничаете, ведь тут ведь сотрудничество – тонкая вещь. Они вас к себе пустили, а вы, глядишь, научились и там отхапали кусок. Как вот здесь? Безусловно, абсолютно нормальная ситуация на рынке, именно так и происходит, причем происходит не только с нашей стороны, но и в нашу сторону. То есть все, почти все эти названные гранды, да, безусловно, заходят в рынки, которые традиционно были наши рынки, мы приходим в рынки, которые традиционно были их рынки, происходит такое, как бы, пересечение технологий, безусловно. Безусловно, развивается и привязка технологическая между телекоммуникациями и просто IT, телефонией и просто IT, видеотехнологиями IT и телекоммуникацией. То есть вот это технологическое развитие происходит, и рост компаний продолжается, амбиции продолжают существовать в глобальном исчислении. Поэтому компании, безусловно, заходят и начинают каким-то образом существовать в рынках, которые, может быть, вчера не были традиционными для них. Мы это делаем, делают это все другие компании, безусловно. Как уживаетесь-то? Абсолютно нормально. Это, опять же, повторюсь, нормальная ситуация, рыночная ситуация. То есть было бы ненормально, если бы компании существовали только в определенных гранях. Примеров таких есть много. И, в принципе, нет примеров больших глобальных компаний, которые существуют только в одном направлении. Хорошо, давайте так мы сделаем. Мы сейчас ненадолго остановимся, а потом, после перерыва рекламного, поговорим о том, собственно, вот какие вкусные решения сейчас есть, и как они помогают, на каких-то примерах тому или иному бизнесу, как раз повысить свою производительность труда. Хорошо. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, реклама. Проблемы с бухгалтерией? МБК. Мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет. Сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65. Мир-бк.ру Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу технологий для бизнеса. Ее ведут Василий Богданов и Светлана Хапанкова. Здравствуйте еще раз. Я напоминаю, что у нас в студии Павел Бетис, вице-президент ЦИСКО в России и странах СНГ. Еще раз здравствуйте, Павел. Еще раз здравствуйте. Как раз пообещали перед перерывом перейти к каким-то примерам, как с помощью современных технологий компании могут повысить свою эффективность. Один из них я сам привел, про раскуляй, про комбайны. Есть какие-то сейчас вкусные истории, где сейчас то самое место, где современные технологии могут существенно повысить эффективность труда. Уменьшить количество работников, снизить сроки производства продукции, уменьшить объем складов. Есть, конечно, много, всех не перечесть, но, наверное, одним из самых ярких примеров и примеров, которые, в общем, достаточно релевантны для нашего рынка сегодня, вот в Российской Федерации и в странах СНГ, это развитие видеотехнологий. То есть, видеотехнологии это одно из многих, но достаточно такое перспективное развитие, развивается очень быстро, глубоко и проходит период глубокого внедрения в бизнес. У нас таких технологий существует достаточно много. Бренд наших технологий, который достаточно известный на рынке, называется Телепрезенс. Телепрезенс – это система видеоприсутствия, то есть, это система, которая достигает качества и иллюзии присутствия человека через видеотехнологии за одним и тем же столом. То есть, вот как мы с вами сидим. Правильно я понимаю, что теперь, очень скоро, я смогу свой офис поставить стенку из нескольких телевизоров бесшовных, сам в это время находиться, например, на Багамах, поставить стол впритык и работать со своим офисом, со своими сотрудниками, значит, они здесь, а я там. На самом деле, уже возможно, и даже вчера было возможно сделать именно это, именно с нашей Телепрезенс. А что тогда, что мешает прям бурному развитию, что дороговизна передачи, ведь это большой объем сигнала, да, или что тут, вот в чем здесь проблема? Бурному развитию ничего не мешает, бурное развитие как раз происходит вот сегодня. Безусловно, существует фактор полосы, которая может, которая обладает достаточной емкостью для передачи этих данных, потому что это все делается в высоком качестве для того, чтобы создать это не скайп, это не технологии, которые доступны всем и везде, но которые не достигают того качества, о котором мы говорим. Качество присутствия, естественно, требует определенной емкости канала, то есть эти каналы присутствуют не везде, например, в Российской Федерации, не во всех регионах, но при этом есть уже даже технологии, опять же, наши, которые позволяют это делать и с меньшей емкостью. Теперь я понимаю, в чем вот практически может состоять ваша работа, если я ошибусь, у меня поправьте, то есть, ну, например, какая-нибудь крупная компания, которая имеет большое число филиалов, допустим, вместо того, чтобы сотрудников гонять на самолетах по командировкам, платить им суточные и командировочные, да, она говорит вам, а поставьте-ка вы мне во всех там офисах вот такую систему, и вы там начинаете изучать, где последнюю милю протянуть, где там на спутник сигнал вывести, где сервер поставить, где чего, да? Совершенно точно, только с одной разницей, что, скорее всего, не они нам это говорят, придите и поставьте, а мы их долго убеждаем. Это мой был следующий вопрос, да, как это продвигать. Вот, и создаем определенные бизнес-кейсы, потому что сегодня технологию никто не покупает, потому что она кому-то нравится эмоционально, а в основном это все основывается на реальных бизнес-кейсах. Я приведу пример одной большой компании, большой глобальной компании под названием Cisco, которая внедрила эту технологию, которая является нашей, но во всей корпоративной сети. Прежде всего, надо начать с себя, это правильно. Совершенно верно, да, то есть мы используем свои технологии каждый день. И вот эта технология Telepresence экономит нашей компании 300 миллионов долларов каждый год на бизнес-траву. То есть вот бизнес-кейс, который на командировках, который мы с удовольствием делимся с нашими заказчиками. А я даже добавлю более того, ведь это не только экономия компании на командировках. Это значит, меньше трафик на дорогах, меньше авиационного керосина и автомобильного бензина сжигается и выбрасывается в атмосферу. Больше количества людей никуда не едут, а сидят дома спокойно, да, там, с елочками, пальмами, так сказать. Совершенно верно, но еще добавлю, что так традиционно бизнесовым технологиям видео, это то, что есть еще прикладные видеотехнологии, которые у нас решения, для которых у нас тоже существует, для, например, таких вещей, как телемедицина или дистанционное образование. То есть это, опять же, те приложения, которые сегодня очень сильно развиваются. И уже даже в России, в определенных регионах используются эти технологии для дистанционного образования во многих институтах и университетах и колледжах Российской Федерации. И даже есть регионы, которые используют эти технологии для дистанционной медицины. Слушайте, вот это правда, это хорошая история. Я вот здесь хочу остановиться. Смотрите, ну, правда, вы молодцы. То есть, во-первых, это зеленые технологии, вот в широком смысле слова, да, потому что они помогают людям вот меньше загрязнять планету там, да. Во-вторых, это означает, что образование и медицина, и какие-то другие важные вещи становятся доступны большему числу людей, да, где бы они ни находились. Это важно. И с этим мой следующий вопрос, который я подготовил себе, так сказать, ну, вы на него уже частично ответили. Ну, правильно, да, в свое время, когда появились там только первые телефоны, пока у тебя, у тебя и у тебя телефон, в этом нет никакого смысла. Он должен стать массовым, прежде чем, ну, как бы вот заработать во всю силу, там, да, точно так же, там, какие-то там копиры, там, не знаю, тяжело внедрялись, там, да, первые, они были дорогие и прочее. Вот, что вы делаете, вот, как вы вталкиваете, вот это вот, не знаю, вталкиваете, вытягиваетесь, там, пуш и пул, там, да, вот, как вы эту технологию, там, продвигаете, заставляете, участвуете ли там в гостендерах, объясняете ли чиновникам, там, как вообще все это происходит? Насколько это дорого? Может быть, просто там больницы, муниципалитеты или университеты не могут себе позволить это вообще? Сколько это стоит? Как это продвигать? Ну, безусловно, технологии продвигаются различными способами коммерческого направления, то есть компании. Мы, безусловно, рассказываем про то, как эти технологии, те или иные технологии могут повлиять на развитие бизнеса наших заказчиков. Безусловно, конструируем вместе с ними финансовые бизнес-кейсы, на базе которых они могут принимать решение. Вы должны не просто им сказать, ребят, купите, у нас там за 10 миллионов долларов вот такую систему. Вы должны сказать, ребят, вот вы купите за 10 миллионов, да еще не купите, а возьмете в лизинг, и будет вам лизинг в протяжении миллион долларов в месяц, так сказать, окупаться тем, что вы 3 миллиона экономите на том-то, на том-то. Они вам не верят, говорят, да вы сказки все рассказываете. Абсолютно точно, то есть вот это одна из отличительных особенностей, наверное, B2B бизнеса и B2C бизнеса. То есть в B2C, который направлен на индивидуальных людей, скажем, если взять смартфоны или какой-то сегмент, там присутствует определенная эмоциональность выбора и траты денег на то, что эмоционально хочется. В бизнесе это когда-то присутствовало. У меня долгая история в бизнесе, может быть, 20 лет тому назад я еще это наблюдал в какой-то мере. На сегодняшний день, на мой взгляд, этого практически нет. То есть сегодня это все основывается на бизнес-кейсах, на том, выгодно это или не выгодно, как оно улучшает бизнес, повышает конкурентноспособность какой-то фирмы по сравнению с их конкурентами и так далее и тому подобное. Абсолютно финансовые сухие решения, которые эмоциональности не предусматривают. Ну вот смотрите, я все-таки тогда еще раз этот вопрос попробую по-другому сформулировать. Вот вы упомянули, что сама компания ваша экономит 300 миллионов долларов на командировках, но вы не упомянули, а сколько стоило внедрение там, да? Вот все-таки какова... Понятно, что это средняя температура по больнице, понятно, что там в совхозе это будет одна, один показатель, не знаю, на российской железной дороге другой. Но вот тем не менее, есть ли какие-то параметры хотя бы пристрелочные, оценочные? Вот с чего вы начинаете заход к потенциальному клиенту? Конечно, ну вот в коммерческих организациях, государственный сегмент может быть немножко отличаться от этого, в зависимости от государства и направлений стратегии. А вот в коммерческих сегментах различного рода в среднем любая покупка технологии, в общем, должна вернуть инвестиции не больше, чем за три года. В более агрессивных организациях им бы хотелось даже видеть возврат инвестиций за два года. Ну, это ответ. И вот мы приблизительно ориентируемся на вот такого рода бизнес-кейс. Поэтому, если мы говорим о том, что что-то возвращает с точки зрения денег 300 миллионов долларов в год, ну, как цифра, как пример, то значит, нужно было потратить на это приблизительно в два или в три раза больше и не больше того, потому что по-другому бизнес-кейс не выстраивается. Ну да, да. Да. Ну, а вот насколько эта технология проста для обычного сотрудника? То есть, вот вы приходите к руководству, говорите, замечательная вещь, и ты так быстро вернешь инвестиции, внедри. Руководство говорит, да, давайте, и внедряет. А потом никто не пользуется. Да, что в этом делают? Ну, вот обычные служащие, которые каждый день приходят в офис, им как-то надо теперь вместо командировок пытаться использовать новое решение. Там, смотрите, там сидит какой-нибудь, значит, начальник филиала в городе каком-нибудь, ну, не знаю, в Ухте, и говорит, зачем они мне это поставили? Я с таким удовольствием ежегодно летал, значит, в Москву, так сказать, или там, не знаю, в Шерм-эль-Шейх на семинары, на конференции. Безусловно, этот момент имеет место быть, присутствует в компаниях, все зависит от технологий, есть технологии, которые легко воспринимаются теми, кто, в конце концов, ими пользуется, есть технологии, которые вызывают какие-то, какое-то эмоциональное отторжение по тем или иным причинам. Обычное эмоциональное отторжение связано с изменением бизнес-процесса, то есть, вот сегодня я звонил по телефону, завтра мне говорят, телефона на столе не будет, будет только видео и видеокамера, то есть, все переговоры будут в видеорежиме. Учитесь общество телепатически. Да, мне это не нравится, раньше я мог есть бутерброд, теперь я не могу и так далее. То есть, это, безусловно, присутствует, существует в мире бизнеса, ну и каким-то образом учитывается в бизнес-кейсе. Да, но прогресс все равно не остановите, все равно компания. А вот смотрите, последний уже такой мини-кейс, я недавно был на одной конференции, индустрии частоты, вот там Керхер рассказывали про то, как они там у себя, значит, внедряют на этих, ну, моющих всяких системах, там уже какие-то датчики, уже там уборщица может зайти, там у них есть система магнитного кодирования, и система анализирует сколько раз и где, так сказать, соблюден ли маршрут. Я их спрашиваю, ребята, а когда тогда у вас будет вот здесь вот уже датчик у нее на шапке, там, не датчик, а это видеокамера маленькая, да, и тогда просто менеджер, просто вообще никуда не ходя, визуально, вот куда она смотрит, туда и камера там, да, и он просто видит, что она делает, как она убирает, так сказать, прочее. Они говорят, вот дорого. Вот по вашему оценке, по вашему прогнозу, вот технологии, когда они станут такими же простыми, доступными, как вот обычная телефонная связь? Ну, вот эти технологии, про которые вы говорите, они на самом деле сегодня уже доступны, в зависимости от того, для чего они применяются. Если это просто для того, чтобы видеть... Нет, ну это надо хранить, потом анализировать и понять, как бы она вот здесь там, что делала там, да? Совершенно верно, но вот эти технологии, например, сегодня используются в телемедицине, где это уже недорого, для того, чтобы кто-то, один из хирургов проводил какую-то сложную операцию, а какой-то эксперт через видеосвязь за этим всем наблюдал и даже давал какие-то советы и рекомендации по ходу операции. Это происходит уже сегодня, используя как раз те технологии, о которых мы говорим. И в этой области это уже недорого и уже существует вот этот бизнес-кейс, про который я сегодня говорил. В более простых вещах, естественно, должно пройти какое-то время. Цикл, опять же, развития продуктов, сего мы начинали, он предусматривает то, что эти технологии становятся со временем дешевле, и тогда проще становится внедрять их и в другие области бизнеса, жизни и так далее и тому подобное. На железных дорогах в Российской Федерации используются, опять же, эти технологии для того, чтобы в местах тяжело доступных, если что-то произошло с составом, и кто-то должен туда поехать и разобраться в том, в чем проблема, и что нужно для того, чтобы это исправить, опять же, эти видеотехнологии уже недорогие. В этом случае они уже абсолютно себя окупают. Остается уже полминутки. Я добавлю, что здесь важно еще, ну, смотрите, огромный объем поступившей с видеокамер не должен требовать такого же количества людей живых, которые за этим следят. Должны быть системы, которые обрабатывают это изображение и сами дают оценку, что произошло. Но это уже большие данные, это отдельная история. Сегодня не успеем. Пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Ну, хорошо, телезрителям, коллегам, друзьям, наверное, пожелаю, в общем, человеческого счастья и успехов, и, наверное, все-таки успешного внедрения технологических инноваций в их собственную личную жизнь, для того, чтобы упростить жизнь и улучшить качество ее. Спасибо. Дорогие друзья, в гостях у нас был Павел Бетсис, а ввели программу Василий Богданов и Светлана Хапанкова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин